Евангелие от Луки, глава двадцать вторая Приближался праздник опресноков, называемый Пасхой, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа двенадцати. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, который надлежало заколать пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, — Пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Они же сказали ему, — Где велишь нам приготовить? Он сказал им, — Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома, — Учитель говорит тебе, — Где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, усланную, там приготовьте. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и двенадцать апостолов с ним, и сказал им, — Отчених, желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания. Ибо говорю вам, что уже не буду есть ее, пока не совершится в царстве Божьем. И взяв чашу, и благодарив, сказал, — Примите ее и разделите между собою. Ибо говорю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет в царствие Божье. И взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря, — Это есть тело мое, которое за вас предается. Делайте это в мое воспоминание, так же и чашу после вечери, говоря, — Эта чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, сын человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им, — Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так, но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий? Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мной в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне отец мой, царство. Да едите и пьете за трапезой моей в царстве моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен израилевых. И сказал господь, — Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему, — Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти. Но он сказал, — Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. И сказал им, — Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали, — Ни в чем. Тогда он сказал им, — Но теперь кто имеет мешок, тот возьми его, так же и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо говорю вам, что должно исполниться на мне и этому написанному, и к злодеям причтен, ибо то, что о мне, приходит к концу. Они сказали, — Господи, вот здесь два меча, — он сказал им, — Довольно. И вышед, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им, — Молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря, — Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в барении, прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им, — Что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак, — Кого я поцелую, тот и есть. И Иисус же сказал ему, — Иуда, целованием ли предаешь сына человеческого? Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему, — Господи, не ударить ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал, — Оставьте, довольны. И, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус, — Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы. Взявши его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидевшая его сидящего огня и всмотревшись с него, сказала, — И этот был с ним! Но он отрекся от него, сказав женщине, — Я не знаю его. Вскоре потом другой, увидев его, сказал, — И ты из них! Но Петр сказал этому человеку, — Нет. Прошло еще час времени. Некто настоятельно говорил, — Точно этот был с ним, ибо он галилеянин. Но Петр сказал тому человеку, — Не знаю, что ты говоришь! И тот час, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, — Прежде, нежели пропоет петух, — Отречешься от меня трижды. И вышед вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрывши его, ударяли его по лицу и спрашивали его, — Прореки, кто ударил тебя? И много иных хуленей произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион. И сказали, — Ты ли Христос, скажи нам? Он сказал им, — Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божьей. И сказали все, — Итак, Ты Сын Божий? Он отвечал им, — Вы говорите, что Я. Они же сказали, — Какое еще нужно нам свидетельство? Ибо мы сами слышали из уст Его. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...